Нас должны там использовать даже, чтобы в последующем, чтобы в истории не осталось такого. Нас там должны использовать, чеченцев должны использовать в войне в Украине, говорит Кадыров. Тем временем, у нас на Кавказе, я не знаю где именно, в каком регионе, но тема с помпезными похоронами имела продолжение. Вот такие вот кадры появились в сети. Кадыров тут на днях давал интервью телеканалу «Россия» и высказал просто чудовищную вещь. Давайте его послушаем. Это наша война. Мы должны в первую очередь, я считаю, что там должны быть мусульмане, чеченцы. И должны, даже если посмотреть, что между украинскими и русскими народами родственные связи больше, троерудные братья. Чтобы они не портили друг к другу отношения, третья сторона, миротворцы, как раз нас, чеченцев, там как раз и нужно. И мы это должны, нас должны там использовать даже, чтобы в последующем, чтобы в истории не осталось такого. Нас там должны использовать, чеченцев должны использовать в войне в Украине, говорит Кадыров, объясняя это тем, что если использовать там будут русских, то в связи с близостью народов русского и украинского, эта война, эта пролитая кровь внесет на долгие годы, десятилетия, может и века, внесет раскол, кровь очень тяжело прощается друг к другу. И вот, мол, чтобы этого раскола между русским и украинским народами не было, так как они родственные, говорит Кадыров, он считает, что там нужно использовать чеченцев. Чеченцы, это сейчас для нас очень важная информация, вы послушайте просто, что он говорит. Он в открытую говорит, что, чтобы украинцы с русскими не враждовали, давайте мы, говорит, мы там будем задействованы, мы будем убивать украинцев, проливать кровь украинцев. Пусть они с нами враждуют, пусть на десятилетия, на века вражда между чеченцами и украинцами, мы ее заложим, но спасем, значит, русско-украинские отношения. Вы себе представляете такое? Открыто. То есть там, где любой человек, который руководитель, лидер, не важно, кто как-то болеет за свой народ, за его будущее, наоборот, должен делать все возможное, все, что в его руках, возможное и невозможное, для того, чтобы его народ, ни с кем, точнее, никто с его народом не враждовал. То есть там, где вот такая есть ситуация, где его народ может быть использован, и потом это посеет вражду на десятилетия, на века, и его народ в дальнейшем будет страдать от этого. Чтобы этого не произошло, он должен делать все возможное, как только это возможно, он должен отнекиваться, уходить от использования представителей своего народа. Этот представитель Академии наук из Ахмат-Юрта говорит, что я считаю, надо там использовать чеченцев как раз для того, чтобы украинцы враждовали с нами, а не с русскими. Вот пусть они, значит, всю свою вражду, всю свою обиду на нас теперь вымещают, а русских не трогают. Я просто очередной раз поражаюсь этому кощумству. Вроде как, ну, хотя почти... Зачем с этого удивляться, да? Российский коллаборационист, он, конечно, будет делать все для своих хозяев, но для нас, для НОХЧИ это очень важно. Вдумайтесь в это, куда он вас хочет втравить. Вот те, кто там добровольцы доедут, вдумайтесь об этом. Он открытым текстом говорит. Это вражда на десятилетия, на века. Он это прекрасно понимает. И хочет кинуть нас в эту тему. Хорошо, что у него это не получилось сделать. Благодаря тем нашим братьям, которые сегодня в Украине защищают нашу свободу и свободу украинцев, которые вместе с украинцами сегодня воюют. Благодаря им в первую очередь, их план не удался стравить нас с украинцами. И благодаря этим ребятам в первую очередь им не удалось. Но все равно этот не оставляет вот эти вот идеи. И это ведь говорит о том, что Кремль-то тоже на это смотрит точно так же. Ответ на вопрос, да, почему там задействовано так много национальных меньшинств. Вот он ответ. Потому что там тоже мыслят таким же образом. Вражду лучше мы посеем между ними, чтобы они не враждовали с нами. Но, хвала Аллаху, у них это не получается. Украинцы очень четко понимают, с кем у них врождат. Иногда даже не по себе как-то бывает, когда они именно в национальном русле об этом говорят, но они точно знают, кто является их врагом. И это радует, что у них не получается воплотить свой план действия. Очень хорошие новости пришли из Украины на этой неделе. В Верховной Раде была сформирована парламентская группа за свободный Кавказ, за Вильный Кавказ. И сразу после того, как эта парламентская группа была сформирована, в парламентской ассамблее Совета Европы выступил депутат Гончаренко. И очень такая мощная речь. Я опубликовал, я не буду здесь приводить речь, так как это очень такое, не короткое выступление для нашего эфира. Вы можете ознакомиться, ссылку на канал, на это выступление. Гончаренко я оставил у себя в телеграм-канале, вы можете перейти по ссылке и посмотреть. Гончаренко поднял вопрос по поводу оккупации всего Северного Кавказа, рассказал про геноцид чеченского и индужского народа в 44 году 20 века, рассказал про две кровоприлитные войны, которые Россия развязала в Чечне. И поднял самый важный для нас вопрос, вопрос деоккупации Чечени и вообще в целом Кавказа. И это очень, конечно же, обрадовало, потому что на такой высокой трибуне парламентская ассамблея Совета Европы, это очень высокая трибуна западного мира. Давно на такой трибуне не звучали вообще подобные речи. Даже Чечения, как оккупированная страна, не говоря уже в целом о Кавказе, давно не была темой заседаний парламентской ассамблеи. И вот сейчас очень показательно то, что на этой трибуне говорилось об этом. И вообще в целом говорилось о Кавказе. Кавказ, как вы знаете, после провозглашения Эмарата, вообще любые разговоры про Кавказ, они воспринимаются, они ассоциируются сразу с Эмаратом, сразу с терроризмом, там, террористическая организация. Как-то в европейских странах на это реагируют остро. Если мы говорим исключительно о чеченском вопросе, то это еще высматривается как вопрос суверенитета. Но как только начинаешь говорить про то, что вообще в целом весь Кавказ является оккупированным, то есть это сразу же идет отсылка к Эмарату, сразу же террор и так далее. И вот здесь тоже очень важный момент, считайте, я думаю, это будет переломный момент сознания западного общества, потому что на этой трибуне парламентской ассамблеи поднимался вопрос именно в целом касательно всего Кавказа. В общем, это очень обрадовало, огромная благодарность Гончаренко и всем народным депутатам Верховной Рады, которые организовались в парламентскую группу и которые не забывают про нас, поднимают эти вопросы. Респект. Тем временем у нас на Кавказе, я не знаю где именно в каком регионе, но тема с помпезными похоронами имела продолжение. Вот такие вот кадры появились в сети. Здесь непонятно, где это именно, но это явно где-то на Кавказе, какой-то из республик Кавказа. Вот, как видите, вот такие ноу-хау у нас происходят в наших похоронах, вещи, которые раньше невозможно было представить. Где-то у нас оркестры, значит, играют гимн, где-то вот такие вот чуваки с ружьями стреляют. Но идем в ногу со временем, что говорится, как говорится. Люди, ну, пытаются соответствовать, видимо. Появляются такие вот новые веяния. Многие, я заметил, не из нашего общества люди, не понимают, почему мы угораем над этим. Я смотрю, там люди из России, из Украины, которые смотрят. Они, ну, хотя из Украины ничего не говорят, но вот люди из России, допустим, из других регионов, стран, они не понимают, почему мы угораем. Типа, ну, это же вот смерть, это же похороны, над этим же не смеются. А вы не поймете этого, друзья, потому что вы не знаете нашего общества. Для нас это очень смешно. Это трэшовая вообще тема такая, потому что, ну, это отход вообще от всех обычай и традиций. Это вещи, которые для нас неприемлемы. За подобное просто проявление у нас раньше могли выселить из республики к чертям собачьим. Это чисто народ мог людей изгнать, потому что, ну, это просто нонсенс. Поэтому нам это, конечно, смешно, мы над этим угораем. Бывший гурон, ассаляму алейкум, марш вогилбро. Для тех, кто не понимает, почему мы угораем с этих видосов, просто представьте себе шаманова, которого хоронят под гимн Ичкерии, и все станет ясно. Ассаляму алейкум, ассаляму арамат лабархату. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»